Глава вторая. Что, если это болезнь? Если человек все-таки признает себя больным, а мы видим, что это можно только признать, никто ничего не докажет, а сам не почувствуешь. Кто такой человек может отказаться от чувства стыда за то, что произошло? Алкоголизм – это болезнь измененной морали. После запоя человеку безмерно стыдно от того, что случилось. Окружающие удивлены, почему не было стыдно, пока пил. Под действием тяги тоже было стыдно, но тяга – это медицинский термин, компульсивное влечение – расценивается больным рассудком как одна из естественных потребностей. Вступает в силу древний механизм – стыдно, но что делать? После получения опьянения стыд уходит совсем, человек уже становится другим существом. Зато после запоя чувство стыда двойное. Стыдясь проблемы, больные утрачивают возможность не только ее решить, но даже начать решать. Ни за что и никому не справиться с тем, чего стыдишься. Алкоголик похож на человека, заметающего тараканов под диван только для того, чтобы их не видеть. Он будет вынужден всю жизнь закрывать эту тему для разговоров, либо дурашливым смехом, часто приходится видеть, как взрослые люди начинают хихикать, как школьники при упоминании этой темы, либо теоретизированием, резонерскими рассуждениями о философии, биохимии и исторических корнях процесса, либо простым грубым отказом. Так или иначе, но после двух-трех враз придется услышать что-то вроде «ну ладно, хватит об этом». Люди, участвующие в судьбе больного, тоже не очень любят говорить на эту тему. Они считают, что лишний раз не стоит провоцировать. Человек выглядит и так раскаившимся. Да и самим им тоже это не по душе, лучше забыть и жить дальше. Забыть не получится. Не только потому, что такое забыть нельзя, но и потому, что скоро это повторится опять. И опять мы будем лечить последствия, никак не влияя на то, что их вызывает. Если алкоголик признал себя больным, то чувство стыда становится преодолимым. Не надо стыдиться болезней. Ведь никто не стыдится бронхиальной астмы или гипертонии. Да, на эту тему не с каждым поговоришь. Многие будут неправильно реагировать, но со всеми не надо. Есть родные, близкие люди, которые и так уже все знают. Если что-то не знают, расскажи о себе, это нормальная фраза в близких отношениях. Важно, что в семье перестают бояться этого слова. Больной должен иметь возможность сказать, что-то у меня в последнее время настроение какое-то не то. Мысли в голове крутятся дурные. Сегодня даже выпить захотелось. Поверьте, это великие слова. Сказал, значит, сегодня не выпил. Признавая себя больным, человек претендует на сострадание близких, сострадание к больному члену семьи. Ну так позволь испытать сострадание, не оскорбляй недоверием. Есть люди, которые справились с этой проблемой. Они правильно отреагируют, не будут ни смеяться, ни хамить. Разговор с таким человеком крайне полезен. Многие из них хотят поделиться своим опытом и будут благодарны тому, кто захочет их выслушать. Наконец, есть врачи. Понять больного и проявить к нему сострадание – это их профессиональный долг. Глупо испытывать стыд перед врачом. В любом случае, если не переступить через чувство стыда, не удастся вообще ничего. Не сдвинуть с мертвой точки то, к чему стоишь спиной. Признавая себя больным, человек может даже отказаться от чувства вины. Правда, отказаться еще не значит лишиться. Эти два чувства уйдут не сразу и не навсегда. Важно то, что больной перестает принимать их в расчет в своей логике. Он понимает, что это болезненные чувства. Это так от него прячется, его паразит. Болезнь хочет, чтобы я все время чувствовал себя постыдно виноватым. На самом деле я не такой. Да, речь идет о психиатрии. Да, это безумие. Но безумный не виновен. Алкоголик действительно чувствует себя вечно виноватым. Порой он даже считает, что это хорошо, что это поможет ему бросить пить. Окружающие, как правило, культивируют это чувство с благим намерением, считая, что это приблизит больного к трезвости, к лечению. А эффект на самом деле получается совершенно обратный. Во-первых, пока человек считает себя виноватым, а не больным, а это противоречащие понятия, он непроизвольно будет искать оправдание. Алкоголик превращается в несчастного, который защищает того, кто его убивает. Он вынужден постоянно объяснять себе и всем, почему он выпил. Начинают строиться алкогольные алиби, одно нелепее другого. Такая жизнь, такая работа, такая жена и так далее. Окружающие начинают с ним на эту тему спорить. Не так уже все и плохо, можно было и не выпивать. Эти споры бесконечны и бесполезны. Оправданий нет, потому что нет обвинений. Либо ты считаешь себя больным, значит болезнь не виновата. Никто не оправдывается в том, что у него болит зуб или что у него радикулит. Либо же это не болезнь, тогда это значит, что ты так живешь. Нам не нравится, но что поделаешь, это твой выбор. Никто не нуждается в теоретизировании, почему пришел вор и все украл. Да потому что он вор. Вопрос в том, почему так легко проник, значит не было защиты. Во-вторых, до тех пор, пока человек считает себя виноватым, он будет думать, что ему предлагают не помощь, а наказание. Раз виноват, значит наказывают. До поры до времени алкоголик отказывается от всех манипуляций и воздействий. Он не может позволить себе помочь, потому что считает себя недостаточно виновным. За что меня подшивать? Очень частый вопрос на этом этапе. Так и хочется ответить. А за что человек идет к зубному врачу? Там может быть даже больно, но ведь туда не волокут силой, больные сами обращаются. Такая логика длится до поры, пока чувство вины не станет настолько мучительным, что уже легче будет получить наказание. Само наказание становится желаемым, ибо избавляет на время от чувства вины. Два раза ведь не наказывают. Сделал, и тему закрыли. Такие люди требуют какой-нибудь показательной манипуляции, подшивки, чтобы много было швов, химзащиту, чтобы потерял сознание и так далее. Но при одном условии, на какой-то определенный срок, скажем, год. Ведь никто не согласится на бессрочное наказание. Сделал бедолага процедуру, и тут начинается кошмар. Мы так устроены, что не можем получить то, на что не рассчитывали. Раз шел на наказание, наказание и получил. Этот больной будет ходить год и мучиться, страдать, изводить себя и окружающих. Ему должно быть плохо, ведь он наказан. Порой семья уже к концу года начинает перешептываться, лучше бы выпил. Выпьет он обязательно, как только закончится действие лечения, еще и как выпьет. Он целый год натягивал эмоциональную пружину, и вот теперь отпустил. Эти события входят в алкогольную мифологию. Все слышали о знакомом или родственнике, у которого все получилось именно так. Такой результат нельзя считать положительным. Это только изменение периодичности срывов, да и то не всегда. Совсем не значит, что не надо обращаться за помощью. Важно понимать, что результат на 90% зависит не от метода, а от того, на что сам больной был ориентирован. Проще сказать, что он хотел получить. Если виноват, значит наказание. Если болен, помощь, избавление, после которого станет лучше. В-третьих, до тех пор, пока алкоголик считает себя не больным, а виноватым, он будет вынужден заглаживать вину, пока не пьет. В этом заключается проклятие алкоголиков людей, живущих запоями. Они не только пьют запоями, но и работают, читают, любят импульсивно. Как будто это для них еще один запой. Выскакивая из алкогольного кошмара, испытывая безмерное чувство вины, такой человек начинает непроизвольно искать подвиг. Ему нужна запредельная усталость, легкая не устроит. Ведь только крайняя усталость позволяет избавиться от чувства вины. Уставший невиновен, как часто приходится слышать от больных. Так, ну как... Продолжение следует...